19 июня РУАД провел рабочую встречу автодилеров с АО «Электронный паспорт». Основным спикером мероприятия выступил Борис Ионов. Были рассмотрены различные проблемы работы системы, а также выработан план по устранению недостатков системы ЭПТС. В июле 2018 года в России были выданы первые электронные ПТС в количестве двух штук. На тот момент проект находился на самой начальной стадии тестирования. Уже сейчас, спустя год, процесс разработки и обкатки сервиса находится на финальной стадии. 18 июня АО «Электронный паспорт» проинформировал о первой тысяче оформленных электронных паспортов транспортных средств. 1 ноября 2019 года закончится тестовый период, и к этой дате автодилеры должны быть готовы к оформлению подобных ПТС своим клиентам. Мы сейчас уже каждую машинку так уже не отслеживаем. Просто уже для себя фиксируем, что оформлено энное количество паспортов. 10, 20, 100. Такое-то количество автомобилей с электронными паспортами стали в каких-то регионах на учет в госавтоинспекции. То есть, таким образом мы для себя делаем вывод, что работа все-таки уже пошла, что те недостатки или те недочеты, которые были, они устраняются постепенно, выравниваются и, в общем-то, выходим уже на такой уже промышленный масштаб. Мы тоже начинаем, скажем так, активно уже пользоваться системой электронного ПТС. В связи с чем возникает достаточно много вопросов в плане работы, допустим, даже той же технической поддержки. Потому что иногда не очень своевременно мы получаем ответы, так и в плане общих моментов по работе с электронным ПТС. То есть, не хватает, допустим, определенной информации по конкретным кейсам в работе, да, будь то покупка новой машины, да, клиентам, либо покупка БУ машин. Та информация, которая сейчас есть на сайте, она не в полной мере излагает, скажем так, все нюансы, которые могут возникнуть в процессе оформления ПТС, да, и дальнейшего оформления машины в ГАИ. Мероприятие проходило в два этапа. Первую половину сессии провел Борис Ионов, который рассказал о последних изменениях в системе, о том, какие ее элементы подверглись доработке спустя год после тестового запуска, и продемонстрировал видеоинструкцию по оформлению ПТС. Встречи очень полезные, проводить их однозначно нужно, и чем ближе дата запуска, дата перехода, тем, собственно, чаще. Очень важный вопрос, который сегодня поднят был и нет на него ответа, это как идентифицировать собственника транспортного средства при совершении сделок по схеме трейдин, по схеме выкупа, по работе с автомобилями, с пробегом, если этот собственник использует электронный ПТС. Да, на сегодняшний день этого механизма нет, и пока он не предусмотрен. Также очень важный вопрос по добровольности внесения персональных данных в электронный ПТС. Это тоже может создать определенную проблему именно с дальнейшей работой, потому что собственника в данном случае идентифицировать получается невозможно, и это может вызвать определенную волну мошенничества на этом рынке. Поэтому встречаться нужно чаще, больше и прорабатывать вот эти вопросы. В связи с тем, что вопросов было много, и многие из них остались открытыми, участники встречи договорились с представителями АО «Электронный паспорт» о создании обучающих видео и проведении вебинаров для сотрудников дилерских центров, которые окончательно расставят все точки над «и». Полная запись встречи доступна членам РУАД в соответствующем разделе для авторизованных участников на сайте РУАД. Да, мероприятие, во-первых, огромное спасибо за РУАД, за то, что организовали такое мероприятие. Я вообще сторонник проведения именно таких вот встреч, именно вживую, когда глаза в глаза начинаем задавать друг другу вопросы. Естественно, мы подготовились, правда, мало было времени для подготовки, но вместе с тем мы знали примерно перечень вопросов, если вы обратили внимание. Потом, в конце моего выступления, вопросов почти не было. Более того, мы договорились с коллегами, с дилерами, и все-таки провести более такие обучающие, глубокие вебинары именно по конкретной тематике. Очень понравился такой подход, спасибо огромное. Я думаю, мы найдем решение. Добрый день, с вами Автостад и цифра недели. 22,6% в этом году составила доля марки Лада на российском рынке. При этом, интересным является тот факт, что эта доля очень отличается от региона к региону. Так, в Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии доли марки Лада составляет больше половины рынка. Также марка Лада очень популярна в Самарской области, где ее популярность объясняется патриотизмом. Здесь на Ладу приходится 42%. При этом в Москве Лада занимает всего лишь 5% рынка, а в Санкт-Петербурге немногим более 10%. Это хорошие возможности для роста. Всем успехов в бизнесе! 24 июня РУАД организовала пресс-конференцию для представителей автомобильной отрасли, в которой приняли участие первые лица и руководители по продажам компаний АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ, Солерс, Хендай и Рено. От лица РУАД выступал Олег Масеев. Несмотря на то, что прошедший 2018 год имел положительную динамику роста и давал надежду на то, что 2019 год станет еще более успешным, чудо не случилось. Уже в мае 2019 года продажи новых автомобилей в России упали почти на 7%. Это самое значительное падение за два года. По мнению Олега Масеева, прогнозы были изначально некорректны, так как не учитывали, что рост в марте во многом был связан с закрытием года, что явилось причиной завышения показателей с помощью так называемых «желтых автомобилей». Вот этот рост продаж по АЕБ – это, собственно говоря, рапорт так называемых «желтых машин». А январь – это допоказанные декабрьские машины, которые, когда производители в декабре закрыли возможность рапортовать в 20-х числах, и, соответственно, дилеры перевыполнили планы, и не было смысла показывать. То есть реальная картина – мы падаем все месяцы этого года, так, чтобы у правительства не возникало иллюзии по поводу того, что существует всплеск мартик, который, может быть, что-нибудь нам поможет. В июне квартал заканчивается, опять можем показать «желтые машины», и опять будет иллюзия, что все хорошо. Это все машины, стоящие у дилеров на складах. Что касается господдержки, то производители считают, что без нее вернуть автобизнес на путь роста и развития будет сложно. Бюджет, выделенный на реализацию программ в 2019 году, является сильно урезанным и на общую динамику авторынка никак не влияет. К примеру, субсидии на льготное автокарридизование уменьшилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Мы наглядно видим, что те программы, которые правительство реализовывало, вносили существенный вклад в продажи автомобилей в последние годы. И, безусловно, здесь огромное спасибо, ну, прежде всего, Министерству промышленности и торговли, во вторую очередь, всем остальным ведомствам, ну, Министерствам и правительству в целом. По расчетам правительства, программы господдержки носили положительный экономический эффект с точки зрения денежного потока и с бюджета, и в бюджет. Поэтому надо не забывать, что когда речь идет о финансировании, о субсидировании как раз программ рыночных, не помощи заводам, а именно клиенту, то это в итоге приводит к увеличению налоговых сборов государством, что, собственно говоря, по расчетам того же Минпромторга, компенсирует расходы, которые государство понесло в связи с этими программами господдержки. В мае этого года падение рынка только пассажирских автомобилей составило 7% по ИБ, 18% по регистрациям. Вообще же, с начала года было только по одному месяцу, когда рынок показал незначительный рост относительно прошлого года. Что явилось причиной этого? Оперативная и своевременная реакция Министерства промышленности и торговли, которая с марта этого года запустила программу «Первый семейный автомобиль», которая помогла стабилизировать рынок и даже, как я сказал, одномоментно обеспечила его некий рост. К сожалению, в настоящий момент государственные ресурсы, направленные на финансированные программы, исчерпаны. Программа прекратила свою работу в мае, что, как я сказал, имело значительное влияние на те весьма беспокоящие результаты, которые показал рынок. Соответственно, мы со стороны высоколагризованных автопроизводителей призываем Министерству промышленности, Министерству финансов, Министерству экономического развития и правительству Российской Федерации найти возможность для немедленного возобновления этой программы, которая является абсолютно необходимым условием для стабилизации ситуации на рынке и создания условий для его дальнейшего роста, которые, опять же, необходимы для реализации государственной стратегии российского автопрома. Благодаря стараниям РУАД, данная пресс-конференция в некотором смысле получилась знаковой. За одним столом собрались конкурирующие производители и представители дилерского сообщества для решения одной общей глобальной проблемы – проблемы экономического роста автомобильной отрасли в России. Также в заключительной части мероприятия у журналистов была возможность задать вопросы. В первую очередь их интересовали такие темы, как «Кому направят субсидии производителю или потребителю?», а также «Видят ли они проблемы спроса не только в отсутствии господдержки, но и во внутренних проблемах, связанных с модельным рядом и технологической отсталостью». Несмотря на всю тревожность ситуации, которая обсуждалась на конференции, все ее участники были довольны результатами конференции. Вот как они это прокомментировали. Конечно же, нельзя недооценить важность данного мероприятия, потому что те сигналы, которые поступают сейчас с рынка, очень тревожные. Сегодня мои коллеги показали эту ситуацию с разных сторон, в разных отраслях, которые напрямую связаны с автомобильным бизнесом, с автомобильным производством. И та неритмичность, которая существует сейчас у нас в реализации госпрограмм, негативно влияет в том числе и на общий инвестиционный климат в автомобильную отрасль. Приятно, что мы выстроили отношения с производителями и все чаще выступаем вместе по тем проблемам, которые касаются и производителей, и дилеров. Это раз. Второе. Приятно, что тут наши позиции совпадают, что основным драйвером роста может послужить господдержка именно потребителя, а не завода. Несмотря на то, что на пресс-конференции сегодня были как раз производители, локализованные в России, получающие в том числе поддержку на производство. Надеемся, что в ближайшее время все-таки нам удастся достучаться до правительства и помочь рынку не упасть, а может быть даже вырасти. Благодаря активности РУАД и всех участников автомобильной отрасли, просьбы, озвученные на пресс-конференции, были услышаны правительством Российской Федерации. С 1 июля возобновят льготное автокредитование и лизинг, для чего дополнительно выделят 10 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов пойдут на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». И 4 миллиарда рублей на льготный лизинг коммерческой техники. 3 миллиарда будут выделены из резервного фонда, остальное в рамках осенней корректировки бюджета. Будьте в курсе самых актуальных событий автобизнеса на РОАД-ТВ.